Программа «Главная» в прямом эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Ирина Ромалийская. Здравствуйте. Главная новость к этому часу. Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество, чтобы украинцы могли помолиться. В Украине назвали это лицемерием. Кроме этого, в выпуске. Бахмут остается самой горячей точкой фронта. Там побывал наш корреспондент Сергей Горбатенко. Пригожин заявил, что амнистированы первые российские заключенные, которые воевали в Украине. Было ли это законно? В Беларуси начали судить Нобелевского лауреата Олеся Беляцкого. Он может сесть на 12 лет за то, что помогал протестующим. Ну и начнем с главного. Российский президент Владимир Путин поручил на время Рождества по восточному обряду ввести режим прекращения огня. Соответствующий документ два часа назад был опубликован на сайте Кремля. Называется он «Указание президента Российской Федерации вооруженным силам». И в этом документе Путин поручает министру обороны Сергею Шойгу фактически остановить огонь по всей линии фронта, начиная с полудня 6 января до полуночи 7 января. И вот как обосновывает свое такое решение. Далее цитата. Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский Сочельник, а также в День Рождества Христова. Как на этот призыв отреагировали в Украине, знает наш корреспондент Борис Сочалко. Боря, привет. Рассказывай о первой реакции со стороны украинских властей. Привет, привет. Буквально минут 40 назад появилась первая реакция от советника главы Офиса Президента, господина Подоляка. Он написал ее в твиттере своем. Достаточно она короткая, я ее просто прочитаю, зачитаю, процитирую. Он написал, что Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданских, как это делает Российская Федерация. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории. И второе, написал господин Подоляк, Российская Федерация должна оставить оккупированные территории. И только тогда у нее начнется временное перемирие. Лицемерие оставьте себе, резюмировал Подоляк в своем твиттере. Чуть позже он написал, прокомментировал чуть более шире, чуть более детальнее. Он назвал призывы Российской Федерации о временном перемирии, он назвал пропагандистским жестом. Потому что, как сказал Подоляк, это нужно для того, чтобы, во-первых, провести дополнительную мобилизацию и хоть как-то замедлить действия на Восточном и на Южном фронте. А во-вторых, это нужно России, как сказал Подоляк, для того, чтобы показать свои гуманистические подходы к войне и для того, чтобы усадить Киев за стол переговоров. Вот прошу его послушать дальше. Задача у них одна. Немедленный стол переговоров, принятие российского ультиматума, новая линия разделения. Вот циничный смысл указания Путина о временном прекращении огня. Банальная уловка. В этом нет ни малейшего желания прекратить войну. Тем более, напомню, что только Россия атакует ракетами, дронами гражданские объекты, включая места религиозных обрядов. И делает это именно в праздничные рождественские дни. Поэтому, еще раз, не нужно реагировать на заведомо манипулятивные инициативы руководства РФ. Думаю, кстати, что президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении традиционно тоже отреагирует на это. Боря, вот что еще хотела спросить. В этом же документе, который был опубликован на сайте Кремля от имени Путина, пишут, что он учитывал и обращение патриарха Кирилла. Расскажи подробнее об этом обращении Кирилла и, собственно, реакция на него тоже в Украине. На самом деле, это обращение было еще с самого утра. Глава Русской Православной Церкви, как он написал, как это было опубликовано на сайте РПЦ, он написал, что глава церкви просит все стороны междоусобного конфликта прекратить огонь, чтобы верующие могли посетить все служения, которые проходят на Рождество. Чуть позже также президент Турции, господин Эрдоган, попросил президента России также о перемирии в одностороннем порядке. На просьбу Кирилла о перемирии, на утреннюю просьбу Кирилла о перемирии прокомментировали также еще днем в Украине. Также господин Подоляк назвал это ловушкой. Чуть позже, уже днем, ситуацию с перемирием прокомментировал и заместитель главы Офиса президента Кирилла Тимошенко. Он в своем телеграм-канале сказал, вспомнил ситуацию, которая произошла сегодня также на территории Херсонской области. Там российский снаряд попал в дом и убил целую семью. В доме находился 12-летний сын, его отец и его мать. И господин Тимошенко написал, резюмировал это в своем телеграме так, что утром они говорят о рождественском перемирии, а уже в обед убивают семью. Ира. Боря, спасибо большое. Борис Сычалко, наш корреспондент работает в Киеве, собирает реакцию на предложение Владимира Путина о уведении режима прекращения огня. Спасибо. Ну а пока же одна из самых горячих точек на фронте, как и последняя неделя, это Бахмут. Город разрушен более чем на 60%. Это оценка главы Донецкой областной военной администрации Павла Кирилленко. Об этом он рассказал в эфире украинского телемарафона. Ночью и утром, по словам Кирилленко, российские военные активно обстреливали всю линию фронта. Наиболее пострадавшим чиновник называет Курахова. Также артиллерии били по Марьинке и Авдеевке. По Лиману был нанесен удар из ракетного комплекса С-300. На Горловском направлении погибли два человека, сообщает Кирилленко. В Бахмуте ранен один. В Бахмуте побывал наш корреспондент Сергей Горбатенко. Сереж, привет. Расскажи, каким ты увидел, собственно, город, за который сейчас ведутся бои. Добрый вечер. Ну а ситуация в городе говорит хотя бы тот факт. Пока мы вчера там находились, погибло две женщины, две мирных жительницы неподалеку от нас. Это центральный район города. С каждой поездкой заметно, что разбитых, разрушенных, выжженных зданий становится все больше. Мирных жителей в Бахмуте стало немного меньше. По сообщениям военной администрации города их 8700. Люди испытывают острую нужду, во-первых, в средствах, в буржуйках, в топливе. Во-вторых, остро не хватает чистой питьевой воды. В Бахмуте отсутствует централизованное водоснабжение сейчас, поэтому люди очень остро нуждаются в чистой питьевой воде. Кроме того, я вчера был поражен. В одном из городских убежищ мы с волонтерами обнаружили восьмерых детей. Самому младшему из них всего лишь 4 года. Естественно, дети живут вместе со взрослыми. Есть несколько переселенцев из города Попасное, который сейчас оккупирован российскими войсками. Так вот, люди наотрез отказываются выезжать из города, мотивируя это тем, что, мол, на остальной территории Украины нет ни работы, нет денег, есть перебои с электричеством. А в Бахмуте они хоть как-то сделали себе какие-то запасы. И что касается интенсивности боевых действий вокруг города, мы вчера общались с военными. Так вот, они говорят о том, что несколько дней назад был бой, который длился с 9 часов утра до 4 часов утра. Интенсивность боя была настолько высокой, что у людей выходили из строя автоматы от перегрева. Солдаты говорят о том, что российские войска постоянно бросают на штурмы людей, люди гибнут. И волны за волнами вот так вот продолжаются штурмы, но украинские военные стойко удерживают позиции. Большое в Бахмуте, которое является самой горячей точкой фронта, на данный момент побывал наш корреспондент Сергей Горбатенко. Спасибо. Ну и в Луганской области Россия стягивает к городу Кременная мобилизованных и заключенных из ЧВК «Вагнер». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, боевые действия там могут стать интенсивнее. Из-за погоды, потому что морозы открывают возможность для использования тяжелой техники. Сейчас одни из самых ожесточенных боев в районе Белогоровки. Давайте посмотрим фрагмент записи Сергея Гайдая. Там, где Белогоровка, там закрепились наши силы обороны, но не оставляют попыток зайти в Белогоровку. Российско-оккупационные войска постоянно обстреливают территорию, которая когда-то была Белогоровкой. Вот так правильно говорить, потому что села уже нет, в принципе. Оно разбито полностью, его бомбили и расстреливали со всего, чего только можно. Начиная от минометов, заканчивая ракетами. Что касается Сватовско-Кременского направления со стороны Харьковской области, то там ситуация лучше. Метр за метром, иногда 100 метров, иногда 500 метров. В среднем примерно в неделю получается где-то 2-2,5 километра проходить вперед. Поверьте, что понимая, что там происходит и какие там укрепления, силы и средства туда бросили россияне, это, в принципе, хороший результат. Все так ждут какой-то прорыва, прямо аж и все, и завтра Сватова заняли, и до Старобельска зашли, и так дальше. Нет, такого не будет, потому что слишком много времени было у оккупантов для того, чтобы подготовить и несколько линий обороны, и стянуть туда войска. Ну, нельзя тоже постоянно делать такие операции, как в Харькове, например. Да, то бишь, это нереально. Ну, еще важная новость. Первая партия российских заключенных, которая отвоевала в Украине, помилована. По крайней мере, об этом сообщает российское государственное агентство Реа Новости. Ссылаются на заявление основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Именно он вербует российских заключенных в свою частную военную компанию. По данным Пригожина, первые 20 человек, теперь уже бывших заключенных, отвоевали полгода в Украине и теперь их амнистировали. Амнистировали. Часть из них уже сказали, что хотят вернуться на фронт. На видео, которое было опубликовано Реа Новостями, Пригожин рассказывает, как теперь к амнистированным должно относиться российское общество и дает наставление самим уже бывшим заключенным. Баб не на силу. Это была цитата. Но крышились они, поэтому общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением. А закон они нарушать не должны. Много не бухает, наркотики не употребляет, баб не на силу, да? Не бедокурим. Милиция к вам должна относиться с уважением. Но в общественной организации «Русь сидящая» идентифицировали как минимум двоих амнистированных. Один из Ленинградской области был осужден за угон автомобиля, был дважды ранен, вернулся домой. Второй с тяжелым ранением лежит в госпитале в Анапе. Об этом нам рассказала сооснователь организации «Русь сидящая» Ольга Романова. А также мы с ней обсудили юридический аспект этой самой процедуры амнистии. Ведь в России амнистировать могут только два органа – парламент и президент. Амнистию принимает парламент. И эта амнистия касается группы или нескольких групп заключенных. Никакой амнистии принято не было. Второй способ помилования – это президентское помилование. Это очень длинный путь, когда заключенные сначала подают документы на месте, где он отбывает наказание. Они проходят слушание сначала в общественной палате в местной. Происходит выяснение отношений с потерпевшим или с потерпевшими. Они должны быть удовлетворены и должны не возражать против такого помилования. После чего документы поступают уже в Москву, в центр, в Кремль. И их подписывает президент. То есть он тоже принимает решение о помиловании. После чего эта информация публикуется на сайте президента Российской Федерации. Ничего этого сделано не было. Мы также не знаем, есть ли какой-то секретный указ, например, о новом механизме помилования. Ну и еще есть снятие судимости. Дело в том, что Пригожин в этом своем знаменитом интервью, знаменитом видео с освобожденными говорит сразу и про амнистию, и про помилование, и про снятие судимости. Снятие судимости, соответственно, происходит в суде. Суды сейчас тоже никак не задействованы. Есть, соответственно, власть парламентская, есть власть президентская, есть власть судебная. Ни одна из этих ветвей власти не была задействована, а задействована четвертая власть. И эта власть, конечно, никак не СМИ, не медиа, эта власть называется Пригожин. Но если такая амнистия незаконна, и проверить это очень легко, почему тогда Пригожин делает это публично? Этот вопрос я тоже задала Ольге Романовой, и вот ее мнение. Россияне тоже страшно недовольны и судебной властью, и прокуратурой, и ФСИН, они тоже вместе с Пригожином совершенно счастливы над всем этим поглумиться. Над законом поглумиться вообще милое дело. А уж тем более там над ментами, условно говоря, конечно. Они с удовольствием поглумятся вместе с ним, это во-первых. Во-вторых, это видео, оно глумливое, но при этом оно еще и очень электорально емкое, поскольку Пригожин показывает, демонстрирует свое могущество, которое очень близко к всемогуществу. И если учесть, что у такого человека могут быть, и скорее всего есть, и появились федеральные амбиции на федеральную политику, то это, собственно, оно и есть. Он набирает в себе избирателей и делает это очень успешно. Ну а Украина впервые получит легкие танки, которые были разработаны на Западе. Их Киеву передаст Франция. Похожие шаги обсуждают в Германии и США, но украинский президент Владимир Зеленский настаивает, стране нужна тяжелая техника, такая как немецкие танки «Леопарды» или американские «Абрамсы». Как обещанные поставки изменят расклад силы, какие еще машины ждет Украина, расскажет Антон Бенедиктов. Это АМХ-10РС, тяжелая бронемашина или легкий танк. Стреляет на расстояние до двух километров. На вооружении французской армии эта бронетехника с 80-х. Сейчас ее постепенно заменяют на новые модели. Серьезная система управления огнем, включающая в том числе и прицел, позволяющий обнаруживать цели, тепловизионный прицел обнаруживает цели и ночью, например, на большой дистанции. Ключевое здесь правильное применение, потому что машина уязвима. Она легко бронирована для любых противотанковых средств или огня вражеских танков. Она уязвима. Она же уязвима для близких разрывов тяжелых снарядов, тяжелых артиллерий. О поставке этих машин из Франции в Украину стало известно после разговора президентов двух стран. В Елисейском дворце подчеркивают, это первые танки, разработанные на Западе, которые получит украинская армия. Правда, когда и сколько – не уточняют. В Бундестаге уже заявили. Теперь аргумент немецкого канцлера о том, что Германия не может быть единственной страной, которая поставляет танки Украине, устарел. И Берлин должен последовать примеру Парижа, считает глава парламентского комитета по обороне. В том, что рано или поздно Киев получит немецкие танки «Леопард», уверен и украинский посол в Германии. Скоро буде, як один рік порушиться українською стороною, і це іще раз свідчить про ту шалену заскорузлість і складність для німецької системи помінятися зсередини. І саме про це федеральний канцлер сказав те, що він назвав «Цайтен Венде». Я не знаю, як ми перекладаємо його на українську. «Зміна часів». «Зміна часів». «Зміна епох». «Зміна епох» не відбувається миттєво, а ми робимо все, щоб таку зміну прискорити. У танків і бронемашін разна роль на полі боя. Танки использують для прорыва оборони. У них толще броня, а піхоту на них обычно не возять, только екіпаж. К примеру, у США Україна просит танки «Абрамс». Но в Вашингтоні пока говорят об відправці машин полегче. А що насчет поставок Україні гусеничних платформ «Брэдли»? Це обсуждається? «Да». Эти машини почти в два раза легче танков «Абрамс», на отправку которых в Україну США пока не согласны. Істочники газеты «Вашингтон-Пост» объясняють причини. Тяжелі «Абрамсы» расходують много топлива і требують большого опыта техніческого обслуживання. І в Пентагоні считають, що на цьому етапі войны Україні пригодяться маневрені БМП, щоб війска могли продвігатися під огнем. Антон Бенедиктов. Настоящее время. Ну а в Беларусі сьогодні начався суд над Нобелівським лауреатом Олесем Біляцким. Його, а також його коллег по правосвітному центру «Вясна» Валентина Стефановича, Владимира Лобковича і Дмитрия Солов'єва обвиняють в двох якобы преступлених. Перше, що їм вменяють, це то, що вони якобы незаконно ввозили Деньги в Беларусь і з-за границей. Наличні. Цей пункт обвинення ми обсудили с юристом «Вясны» Павлом Сапелко. І він подчеркиває, що «Вясна» була ликвидувана. Тобто правозащитна організація працювала в Беларусі, але у неї не було юридичного лиця. Це все лишало можливості використовувати якісь такі общеприняті і більш удобні інструменти переводу денежних средств за счета на счет, в частності. Тобто мені просто интересно було б задати вопрос авторам обвинення, а як «Вясна» могла реалізовувати свої права в условіях отсуття регистрації і в условіях отсуття можливості получення цих всяких банковських счетів і інструментів для перечислення денег. Якщо предположити, що ці деньги перечислялися, хто об цьому перевозилися, хто об цьому ще пройдуть річ дальше, очевидно, в процесі. Ну і вторе, що вменяють правозащитникам в Беларусі, це то, що вони якоби готовили білорусів к протестам 2021 року. Іменно тоді, я напомню, 20-й год, простіть, іменно тоді, я напомню, люди вышли на вулиці проти фальсифікації президентських виборів. В самому уголовному делі, по словам юриста організації, прописано, що іменно імеє в виду обвинення під формулировкою «Готовили білорусів» или «Финансували беспорядки». Тоді вже привлекали к відповідності. Це оплата їм питання во віма нахождення їх на административному аресті. То есть у нас люди, осуддані административному аресту, самі оплачують своє питання. Ну, добавлю, що обвиняемі правозащитники на суді сьогодні знаходились в клетках, їм навіть не дали, не розрешили снять наручники. Нобелівський лауреат Олесь Беляцкий просив ввести засідання на його родному, белорусском, а не на русском, языке. Ему отказали, просив переводчика, тоже отказали. Із 4-х обвиняемих в зале суда було троє. Дмитрий Солов'єв успел в'їхати з країни до задержання. Ну, а предстоятель Православной Церкви України Епифаний сообщил, що проведет рождественську службу в Свято-Успенском соборе Києво-Печерської лаври. Новость об цьому появилась на сайте ПЦУ. В преслужбі говорят, що митрополіт Епифаний уже получив необхідне разрешення. Якщо богослуження 7 января состоїться, це буде перший случай, коли литургія украинська в Токефальной Церкви пройдет в Успенском соборе лаври. Свято-Успенский собор, как і некоторі інші інші поміщення лаври, були в пользованні у Української православної церкви, той, яка раніше називалась УПЦ Московського патриархата. 31 декабря срок пользования істек, і вже наступний день сотрудників УПЦ не пустили на територію Верхній лаври. Сегодня міністр культури України Олександр Ткаченко объявив, що Успенський собор і трапезна церковь знову передані в пользованні в державі государству. В декабрі Служба безпасності України провела багаточисленні обуски в об'єктах УПЦ по всій країні, а СНБО ввел санкції проти священника в церкві. Ну, а Владимир Зеленський подписав указ, запрещаючи в Україні деятелість религиозних організацій, які зв'язані з Росією. Дякую за перегляд! Дякую за персидську! Більшій, більшій селість. Ми починаємо святавство Махаммура і Мадіни. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Шестером на одного Храбрецы какие Им предстоит делать выбор в жизни